Хотела бы поделиться таким своим уроком, который осознала и продолжаю усваивать в последние, не знаю, полгода, наверное. Он состоит в том, что если мы оказываемся в очень энергетически низком состоянии или низко по вибрациям, или ещё по какой-то причине чувствуем себя в очень-очень ограниченном состоянии, ограниченном в смысле по привычным нашим понятиям, то самое лучшее, что можно сделать, это принять то, где ты находишься, принять не в смысле смириться, а в смысле, окей, вот я сейчас себя чувствую просто размазанным по земле на минус, там, в десятом этаже, вместо того, чтобы, да, парить на крыльях в облаках над землёй. Окей, что я чувствую, находясь вот здесь под землёй? Что я чувствую на своём минус-десятом этаже энергии? Что я чувствую и что я вижу, я могу сделать? Что я вижу, что я должна сделать? Что я вижу, что можно... Как можно улучшить моё состояние прямо сейчас, не рассчитывая на то, что будет прям невероятный подъём на плюс 25 этаж. То есть это какой-то такой урок про определённое спокойствие в том состоянии энергии, в котором мы находимся. не знаю, как вы, а я своей головой, ну, очень склонна впадать в воспоминания о том, как было, как было веселее, легче, больше энергии, что-то ещё, сравнивать там себя 10 лет назад, сравнивать себя 5 лет назад. Но дело в том, что, во-первых, ну, да, я прохожу то, что прохожу, мы проходим то, что проходим сейчас, и также мы находимся в совершенно другой, по моим ощущениям, энергетической реальности сейчас. И даже бесполезно сравнивать себя с тем, что было год назад, потому что год назад мы могли быть совершенно в другой... как в другой вселенной, в другой, даже не вселенной, наверное, в другом пласте реальности, в другом уровне реальности. И вот там, где мы находимся сейчас, оно совсем другое. И, соответственно, сравнивать нужно, стараться избегать, а наоборот возвращаться к тому, окей, что я могу сделать прямо сейчас? Окей, что прямо сейчас я чувствую? Поможет мне почувствовать себя лучше? Какой у меня долг прямо сейчас, который я чувствую как долг? Куда моя энергия хочет прямо сейчас, если не слушать при этом своё эго, мозги, вот это всё, а вот на самом деле? И тоже такой какой-то кусочек этого урока, который я поняла. И, ну, иногда мне не получается его применить, но иногда получается, что если я как бы сверяюсь с тем, на каком минус двадцать пятом этаже я нахожусь, то в этом минус двадцать пятом этаже я вдруг обнаруживаю какие-то возможности, а обнаруживаю, что тут что-то можно сделать, обнаруживаю какие-то проходы по улучшению ситуации. Если же я бьюсь за то, чтобы вернуться хотя бы на нулевой этаж или на плюс пятый этаж условный, то ничего у меня не получается. А если я со смирением, спокойствием, насколько это возможно, выдохнув хотя бы на пять минут, такая, окей, окей, что я могу сделать прямо сейчас? Окей, сделала, окей. И вот я бы сказала, что да, параллельно с этим уроком идёт то, что при этом нужно, конечно, очень сильно доверять себе и слушать свою интуицию. Доверять себе в смысле, что выбирать, доверять себе, выбирать, что сможете на нюх найти проход, что сможете почувствовать верное решение, верный какой-то следующий шаг, или, в общем, что сможете это всё пережить и одновременно слушать при этом интуицию, слушать интуицию, слушать интуицию. Ну, конечно, обязательно смотреть за тем, чтобы слушать её в спокойном состоянии, не на эмоциях метаться, пытаясь найти решение. Хотя иногда и так тоже срабатывает интуиция, да, в режиме сос, сос. Вот, но, в общем, если принимать там и где мы находимся, то тогда у нас есть шансы находить решение тех проблем, которые есть прямо сейчас. Если же пытаться вернуть всё вспять, вернуть назад, изменить, перепрыгнуть 35 шагов вперёд, ну, вот у меня сейчас это категорически не получается. Вот, и это очень тяжело каждый раз, когда оказываешься на, бог знает, каком этаже внизу. И я говорю не только про эмоции, я имею в виду и про состояние физического тела, и про проблемы, и про страхи, которые очень сильно вылезают на фоне того, что видишь в происходящем. Но, опять же, возвращаясь к тому, чтобы всё равно так, окей, минус 20 этаж, что я чувствую, что мне нужно, что я могу сделать, что мне говорит интуиция делать здесь, прямо здесь, на минус 20 этаже. И вот если опираться на это, то в это можно находить проход в реальности, опираясь на то, что прямо сейчас происходит, энергетически прежде всего. Вот такой вот хотела уроком с вами поделиться. Может быть, кому-то из вас это поможет немножечко приободриться. Может быть, кто-то в этом узнает свой опыт последнего времени. Вот. Спасибо, что послушали. Субтитры сделал DimaTorzok